Председатель Славянской организации профсоюза работников образования и науки Зинаида Калатенко отмечена престижной премией имени Яковлева, которую ежегодно вручают представителям образования. Премия имени Яковлева учреждена на 4-м внеочередном съезде профсоюза в память о первом председателе профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, человеке, сделавшем очень много для российского и международного профсоюзного движения Владимире Михайловиче Яковлеве. Ежегодно этой премии удостаиваются всего несколько человек. В 2022-м в их числе оказалась и председатель Славянской организации профсоюза работников образования и науки Зинаида Калатенко. Знаете, вот эта награда, наверное, у меня их предостаточно уже за столько лет работы, но это, наверное, самая дорогая. Почему? Потому что это премия человека, с которым я участвовала в съезде, когда его избирали. И тогда были 90-й год. Это настолько сложные были времена, когда за каждого такое место, тем более это был по-новому создан наш профсоюз, учредительный был съезд. И этот человек, вот я с ним потом, кроме того, что мы его избрали на съезде, он приезжал к нам в край и работал в каких-то комиссиях. Я видел, как он работает просто с людьми. На мой взгляд, в нашей вообще работе не просто уметь знать закон, что-то там это, а главное уметь с людьми общаться, работать. Поэтому я видела вот это его, и для меня это был, в принципе, образец. Поэтому старалась брать пример, старалась как бы вот делать так, как они. И я видела результаты их труда. Поэтому для меня вот эта награда, она, наверное, как-то ближе всего к сердцу. Славянскую организацию профсоюза работников образования и науки Зинаида Колотенко возглавляет с 1984 года. Перед этим отработав 10 лет в школе учителем английского языка. Весь педагогический коллектив Славянского района Зинаида Леонидовна считает одной большой и дружной семьей, где профсоюз – это первый помощник, дающий возможность в тесном сотрудничестве с органами власти и управлением образования решать многие значимые вопросы. Начиная от создания условий для работы педагогов и повышения уровня их благосостояния до организации отдыха и оздоровления. И все задачи, которые сегодня ставят перед профсоюзом педагоги, обязательно будут выполнены. Планов много. Уже вот январь, а мы уже думаем, нет, на российский турслет. Наверное, мы все-таки поедем. Это Дагестан. Я понимаю, это долго. Но глава всегда нам помогает. Спасибо ему. Поэтому планов много. И будем стараться, конечно, их превратить в жизнь. А люди подсказывают, что надо, в принципе. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин. Программа События.